Всем привет. Меня зовут Андрей Рыжкин. Я технический директор компании Агима. Сегодня буду рассказывать вам небольшие нюансы того, как у нас устроен наш отдел разработки. Куда кликать? Собственно, сегодня не буду рассказывать ни про какие такие сильно технические вещи. Больше хочу рассказать про то, как у нас устроен сами процессы. Немножко пару слов о нас. Кто мы такие? Мы работаем с 2005 года. Больше 50 сотрудников. Есть свой продакшн региональный. Очень много занимаемся разработкой, поэтому очень много времени уделяем тому, как ее делать эффективно. Куда же кликать-то? Да, я буду кликать здесь. Да, спасибо. Буду рассказывать наши best practices и буду рассказывать наши провалы. То, что у нас как бы прижилось и то, что наоборот отмерло по какой-то причине. Например, начало работ до финального подписания, согласования ТЗ, дизайна или чего-то такого, оно, конечно, вытекает в какие-то потом проблемы в разработке. То есть, когда к вам в разработку приходит менеджер в сейлс или кто угодно и говорит, что чуваки, у нас есть офигенный проект, мы его продали, клиент все почти подписал, он как бы на все согласен, давайте начинать, а то там сроки у него там, маркетинговая активность и так далее. Выткину, да, да, круто, давайте, мы раньше его сдадим. Потом, когда мы завершаем большую часть свою работу, естественно, клиент вспоминает, что ага, у него еще право что-то изменить, потому что он не согласовал вам ТЗ, прототипы, дизайны или что-нибудь такое, да. И в итоге это выливается в потери рентабельности на этапе разработки. И в итоге, если в целом средства компании потом делают, то виновата разработка всегда. Ну, как бы накосячили-то они. Из таких хороших success story, которые у нас были за последнее время, мы очень хорошо проработали сейчас чек-листы сдачи проектов, всякие такие мелочи вроде там правильных формирований тайтлов там, да, или, не знаю, отсутствие доступа в гид-репозиторий на проектах боевых и небоевых. Такие вещи, которые вроде бы, казалось бы, нужно проверять по умолчанию, но так проектов много и темлидов проектов много. Они иногда это забывают. И вот такие чек-листы, они позволяют уйти от человеческого фактора, да, и все это стандартизировать настолько, чтобы даже не думать об этом. Кстати, кому интересно, может мне написать, запросите чек-листы. Кстати, с удовольствием поделюсь с теми, у кого свои такие чек-листы есть. Немножко расскажу про то, как у нас, в принципе, команда наша устроена. У нас есть несколько направлений. Есть верстка, соответственно, программирование, системное администрирование. Это несколько такие обособленные куски деятельности у нас. Есть еще Agima Mobile, скажем, мобильное приложение. Оно вообще обособлено. Какой здесь был фейл? Это когда мы разделили вот эти направления на некоторые такие отделы. Мы их, скажем, в иерархии компании отдельно не выделяли, но для всех внутри компании было очевидно то, что верстка – это значит к этим ребятам, программирование – это к этим ребятам. И когда менеджеры пытаются связать вот этих ребят, получается как бы фейл. Потому что если он подойдет, скажем, к верстальщику и скажет, что-то там программисты просили исправить, ты исправил? Он такой, ну да, я пул-реквест отправил. И он такой подойдет к программисту. Ну для него пул-реквест – это белый шум иногда. Подойдет и скажет, ну они тебя отправили. Он такой на почту зайдет, что-то нет ничего, сходи еще раз. Ну и короче, это может надолго затянуться. В общем, мы у себя приняли решение такое, что программисты, те, кто отвечает за финальный продукт, если говорить про разработку, темлиды наши, они соответственно отвечают за коммуникацию с нашими верстальщиками, системными администраторами и так далее. Потому что это технологическая экспертиза, которая сосредотачивает в себя вот эти все направления, которые на проекте есть. То есть для менеджера единое окно – это соответственно темлид. Естественно, у всех этих направлений есть свои, скажем, руководители. Потому что не все верстальщики одинаково крутые, не все программисты одинаково крутые, не все системные администраторы тоже одинаково крутые. Нужен человек, который будет принимать решения по каким-то вопросам спорным, где нужна сложная техническая экспертиза. И вот по таким направлениям мы поставили самых таких гуру, которые у нас больше всего в этом разбираются и больше всего могут заниматься какими-то такими административно-менеджерскими функциями. Собственно, в структуре отдела у нас был фейл, когда мы пытались, когда мы разделяли даже. И так жили какое-то время, разделяли саппорт и продакшн. Вот это у нас была проблема, не прижилось. Потому что в саппорте ребята, если говорить про программистов, начинают загнивать, ныть. Мы не хотим заниматься этими багами постоянно и так далее. Если это один и тот же проект, то одни ребята пилят баги, другие ребята, которые занимаются разработкой, их затирают то, что они исправили там. Или говорят, что они исправили так, что они теперь не могут разработать. Ну и так далее, короче. Команда демотивируется, эффективность там не очень большая. И смысла так дальше работ мы как бы не видели. Поэтому мы у себя решили, что у нас есть проекты, и под них мы будем держать выделенную команду всегда. Они могут ротироваться между собой, могут внутри ротироваться. То есть кто-то уходить на саппорт, тот на разработку и так далее. Но основная идея в том, что у вас как у тимлида, и потом как и разработчик закрепленный за проектом, у вас есть свой проект, за который вы отвечаете. Это ваше дитя такое. Вы отвечаете за то, чтобы у него все было хорошо. И вы уже не можете сказать, ну это чуваки там что-то накодили. Я как бы не видел это все сраный саппорт, или тупые разработчики из продакшена. Какой фейл был у меня в какой-то момент, как у руководителя разработки? Мы когда начали сильно расти, у нас появилось очень много сложных технических проектов, по которым было очень много технических вопросов. Соответственно, к кому менеджеры идут рулить технические вопросы? К руководителю отдела. Потому что разработчик, у него свой язык птичий. Если вы к нему придете и скажете, что-то сайт тормозит, он скажет, надо код перепилить. Менеджер же не пойдет к заказчику и говорит, чуваки, надо сайт переделать, он тормозит. Конечно, надо разобраться, подумать, как лучше ответить клиенту, почему такая проблема возникла и так далее. Но, скажем, среднестатистический разработчик на это не заточен. Он заточен на решение задач, которые ему ставят. Еще есть такой фейл, как вера сотрудников, которые уже протухли, перегорели. Есть такие вонючки, бывают в коллективе, которые когда-то, может, хорошо работали, или, может, нехорошо работали, но очень хорошо показывали, что они хорошо работают. И они так сидят с умным видом и что-то пилят вроде. И вы такие, ну чувак-то вроде крутой, он же когда делает, он крутые штуки делает. И он такой сидит с умным видом, думает, наверное, что-то у него плохо, может ему зарплату поднять. Поднимайте ему зарплату, потом что-то может компьютером поменять, что же не так-то с ним. И все вы для него пытаетесь, стараетесь, делаете, он все морщится, все что-то у него не то, не так. А потом появляется какой-нибудь парень, который за день делает то, что тот человек делал две недели. Вы понимаете, что вы просто потеряли впустую кучу времени, пытаясь как бы исправить проблему этого человека, хотя он с вами над этим не работал. Здесь вывод очевиден. Если у вас есть сомнения по поводу сотрудника, не надо затягивать время на решение с его судьбы в вашей компании. Может он в другой компании будет более эффективным. Соответственно, проблемы с тем, что технического директора вашего в какой-то момент начнет не хватать, нужно решать покрытием технической этой компетенции кем-то, кто готов его замещать. У нас это стали темлиды. Это такая ключевая должность, скажем, в нашем отделе, потому что они покрывают огромную часть проблем, задач, решают кучу главника, который возникает на проектах вместе с менеджером. Я бы сказал, что их сейчас технологическая и управленческая экспертиза в разы превосходит те некоторые отделы разработки, где чистые разработчики есть. Потому что ребята решают намного более широкий круг задач. И вот эта возможность взглянуть на проект глазами менеджера, глазами управленца какого-то, она им позволяет еще больше хватить, больше горизонта для себя открыть. В результате, если ваш технический директор делегирует часть своих полномочий по слежению за рентабельностью проекта, по слежению за встречами с клиентами техническими какими-то и так далее, у вас появится время для развития отдела. Потому что какие бы крутые разработчики у вас не были, они все равно всегда выполняют задачи, которые им ставят. Только в свободное от работы время есть такие энтузиасты, они могут предложить что-то улучшить, изменить, сделать автотесты, наладить автоматические создания песочных из репозиториев, ну или какие-то такие фишки, которые в принципе нужно продумать на уровне инфраструктуры компании. Просто разработчики этого дела скорее всего не будут. Вам нужен чувак, который будет это все развивать. Если он завален текущими проблемами с проектами, он никогда до этого не дойдет, у него просто не будет времени. Собственно, чем у нас Team Lead занимается? Это очень важная фигура, поэтому о нем я поговорю потом. Старший отработчик это что-то похожее на Team Lead, но без, скажем, административной функции. Это может быть какой-то системный аналитик, это может быть какой-то там просто чувак, который следит за концептуальной целостностью архитектуры и так далее. Мы у себя заметили, то есть мы таких чуваков ставили на такие сложные большие проекты, где у нас там по 5 человек трудятся, 6 и так далее, несколько команд. И там нужны были иногда такие технологические формализации. Это когда он садился с отечниками клиента и описывал, скажем, их веб-сервисы, на которых у них спецификации или не было, или была какая-то сырая. И он описывал, как это должно взаимодействовать с технической точки зрения. Потом, соответственно, он продумал архитектуру. Но там же большие нагрузки, там же нужно подумать, как бы на инфоблоках это делать или инфоблоки плюс, или может свою таблицу сделать, еще как-то. И вот мы столкнулись с тем, что такие чуваки, они чувствуют свою важность, ну как бы она обоснованная, но они уходят в такую романтизацию этого процесса. Они сидят и такие, как художники вольные, рисуют всякие схемки, диаграммки, и на это уходит там безумное количество времени. Хотя можно было бы сделать это побыстрее. Вот таким людям надо доносить, что мы все-таки делаем деньги. Мы все веб-студии, зависимо от того, насколько эффективно мы работаем. Нужно напоминать, что если мы какой-то срок обозначаем, это не значит, что мы в принципе хотели бы к этому сроку сделать, но может не получится. Мы именно обязаны уже перед клиентом в этот момент отчитаться за проделанную работу. Здесь хорошо поставить вашего старшего разработчика под темлида, потому что если менеджер, он может что-то там в уши напеть и сказать, возникли какие-то сложности, вот здесь я там не учил момент, нужно еще две недели, или вот эта структура не сработала, поэтому я буду ее делать заново. Соответственно, для менеджеров тоже входная точка является темлид, он уже сам коммуницирует с разработчиком. Просто разработчики, которые есть у нас в компании, просто выполняют функции свои. Они также подконтрольны темлидом, иногда подконтрольны старшим разработчиком, иногда общаются напрямую с менеджером, если на это согласен, скажем, сам темлид. Еще фейл, который был у нас когда-то в нашем отделе, это когда мы приравнивали программистов к верстальщикам. Это было, слава богу, очень давно, надеюсь, больше никто так не делает. Это все-таки разные компетенции, каждый из них должен годами заниматься своей профессией, своими языками программирования, чтобы достигать в этом своих успехов. Тем более сейчас, когда на фронт-энд переносится большая часть взаимодействия и часть программирования. Внутренние стандарты. Это какая-то имеет часть к чек-листам. У нас под каждый проект пишется его спецификация и архитектура, в соответствии с которой все разработчики, которые там работают, обязаны разрабатывать код там и так далее. Это коды стайл, это, естественно, какие-то узкие моменты, описанные по поводу нагрузок, по поводу кастомных табличек, модулей и так далее. Без этого вести какие-то крупные проекты, просто все скатится в хаос. Закрепление разработчиков за конкретным проектом вам также помогает избавиться от ситуации, когда сотрудники компании, разработчики демотивируются от того, что их переключают все время с одной задачи на другую, с одного проекта на другую и так далее. Теперь подробнее про тимлида. Чем он отличается от старшего программиста? Потому что, в принципе, компетенции технологические у них должны быть примерно одинаковые. Это там high-level class программист. Отличие в том, что он больше занимается административкой. Точнее, в большей части он вообще занимается административкой и где 30% времени он сам кодит. Под административкой я подразумеваю слежение за дедлайнами, за общение с заказчиком, если это необходимо, за рентабельностью проекта, за затратами на проект, за распределением задач, за планированием своего отдела, своих подчиненных, своих каких-то команд и так далее. Он также участвует во всех этапах проекта. Вот это важно. Как бы если все у вас рулит менеджер, как бы собирает всю экспертизу по проекту в себе, это хорошо. Но не всегда он обладает такой технической экспертизой, чтобы какие-то моменты заметить на этапе проектирования, дизайна, прототипирования и так далее. Если верстальщик посмотрит на дизайн, до того, как мы его отправили клиенту, он может какие-то нюансы, естественно, заметить и сделать их или круче, или упростить наоборот. Эти моменты, которые у нас процедурно зафиксированы, у нас есть такой прямо лист подписной, который менеджер обязан перекладывать ко всей документации по проекту. Там отмечается этап проектирования, согласован с тем-то, тем-то. Ну и там указывается тем лица, соответственно, или руководителя отдела. Соответственно, это минимизирует риски и исключает возможность того, что мы, например, не описали в ТЗ какой-то функционал, который заложен в прототипах, или наоборот. Мы там нарисовали что-то такое, что у нас не было заложено в смету. Потому что, в принципе, были такие моменты, когда казалось, что на дизайне все выглядит достаточно просто, но за этим стоял сложный технический функционал, который мы не планировали делать изначально. Вот для этого вам нужен тот технически подкованный чувак, который скажет, что вот этот функционал, он сложный, это не пять минут, мы не можем этого добавить, мы это не закладывали. Код-ревью, архитектура проекта. Это тоже прямая обязанность темлида, слежение за всей концептуальной целостностью. Если мы отгружаем задачи кому-то из аутсорсеров, это тоже должна быть описанная формализация, то есть как он хочет, чтобы это сделано было, в соответствии с тем, как он сам бы это сделал. Не отдавать это на откуп разработчикам другим и ожидать, что вдруг получится все хорошо. Это именно такой жесткий контроль. Как вам, как компании, понять, что вам наконец-то нужен темлид? Как понять, что вы доросли до того, когда вам одного, скажем, технического директора не хватает и нужно уже распределять эти обязанности? Когда у вас проекты становятся достаточно такими, скажем, часто требующими его внимания, вы увидите то, что у вас как бы чувак сидит все время с менеджерами, все время общается, все время ездит на встречи какие-то и так далее. Тогда нужно задумываться, потому что он все-таки не для того создан, ваш технический директор, он должен заниматься разработкой, улучшением отдела, введением новых фишек каких-то там и так далее. Тогда, возможно, вам уже нужен темлид. Если у вас в принципе компания построена на то, что вы какой-то интегратор со сложными техническими решениями, здесь по-любому вам нужны не один чувак, несколько чуваков, которые могут найти общий язык с клиентом, пообщаться с заказчиком, просто возить к нему разработчика и пытаться переводить от одного к другому их спич, это слишком дорого. Если большая у вас команда разработки, ей управлять тоже достаточно сложно. У нас примерно на одного темлида приходится максимум 5 человек, если не считать отдельные подкоманды, которые работают над темлидом. То есть бывает старший разработчик, под ним еще два разработчика обычных. Но в целом у нас где-то на одного темлида приходится максимум 5 программистов, и это просто потолок. Когда у вас большие, скажем, объемы работы, вам еще требуется контролировать саму рентабельность, понимать, сколько сотрудников можно подключить, на какое время, сколько мы за это должны денег взять. И если мы видим, что необоснованно много времени мы тратим на этот проект, поднять вопрос о том, почему так произошло, какие можно предпринять шаги, шаги, пообщаться с клиентом, может, что-то мы начали делать, что не заложили изначально, может, еще какие-то там проблемы возникли. Для этого тоже нужен темлид. Кто может стать темлидом? Чувак, который просто хорошо кодит, не всегда подойдет. Вообще есть такая, мне нравится теория, максимальная некомпетенция, как-то так она называется, когда берут чувака, там, джуниором, скажем, и он такой кодит, и все-таки круто кодит. Давайте мидлом его сделаем. И он такой мидл, и тоже хорошо кодит. И он такой, давайте поставим его старшим разработчиком. И он такой старший разработчик. А теперь давайте, короче, руководителем отдела его поставим. И тут у него заканчивается, как бы, его компетенция, потому что он программист хороший, но не очень хороший менеджер, управленец там и так далее. Но он уже дорос до этой позиции. И компания, помню о том, что он был эффективен до этого, хороший сотрудник, он не может косячить, да? Оставит его на этой позиции на какое-то время, да? Ну и получается, он будет заниматься той, будет находиться на той должности, где он некомпетентен. Вот это проблема. Поэтому смотрите на тех людей, которые дают грамотную обратную связь вашим менеджерам. Вот это хороший показатель. Если менеджер, подойдя к этому человеку, получает фидбэк такой, который он может напрямую транслировать клиенту, или который позволяет ему понять полностью проблему, а не уходить там гуглить или подходить к другому, о чем он мне сказал. Это как бы тот человек, который потенциально может стать тем лидом. Вот брать готовый или растить своего? Мы ответили на этот вопрос, что растить своего. Потому что готовых нету, наверное. Они все заточены под процессы. И у всех процессов в принципе разные. Вам скорее нужно будет обучать его под свои процессы. А если он перейдет в другую компанию, он там будет под них переобучаться. Есть какие-то общие концептуальные моменты. Но мне за время собеседования не попался ни один готовый прямо тем лид. Когда вы чуваков ставите тем лидами, это вообще переломные моменты. Они же привыкли кодить и отвечать за свой кусочек маленькой работы. То есть им поставили задачу, а они сделали. Здесь легко как бы ты ответственен чисто за себя одного. Когда ты им нагружаешь рентабельность, команду, код-ревью, архитектуру проекта, общение с клиентом и так далее, это все естественно морально накладывает какие-то большие обязательства. Некоторым это еще будет накладывать проблемы в том, что они не смогут уделять достаточное время написанию кода и будут думать, что они тут тухнут. Соответственно, если вы даете тем лиду больше ответственности сотруднику, вы должны дать ему какую-то мотивацию. У нас разработана для них, для наших тем лидов, схема мотивации, которая просто заключается в том, что при условии, что в портфелях проектов рентабелен, сверх какого-то коэффициента, мы с ними делимся этой прибылью. Соответственно, это позволяет им, мотивирует их задумываться над рентабельностью проекта, поощряет их за то, что они действительно стараются сделать этот проект лучше, получить больше работы на нем и в целом для компании, для них это выливается, естественно, только в профит. Про это не буду рассказывать, в принципе все. Раз. У нас есть несколько минут на вопросы, давайте эффективно их попользуем. Можете рассказать пару слов о системе мотивации, начиная от разработчиков и до менеджеров проектов? Про систему мотивации? Да. Начиная от проектов и разработчиков. У нас проектов замотивированы на отгрузки, то есть на объем работ. Есть индивидуальные схемы, их я раскрывать не буду. В целом, в общем, это объемы. Тим лиды замотивированы на рентабельность проекта. Они замотивированы на то, чтобы с этим объемом сделать проект рентабельным. Сами разработчики, просто кодеры, они ни на что не замотивированы, просто получают фикс. Расскажите, пожалуйста, не увидели тестирование при такой большой группе разработки и, соответственно, при таких процессах вообще не упоминали? Да, я забыл просто добавить его в слайд по направлениям. Да, тестирование отдельный отдел. Он просто хорошо работает, с ним проблем нет, мы им отгружаем, они нам возвращают и все. Там тюнить нечего. Мы единственное, вводим автотесты с их помощью. Сейчас тоже регламентом покрыли то, что каждый проект у нас должен обязательно пройтись по автотестам, чек-листам после каждого релиза автоматически и так далее. Но в целом, как бы, не проблемный момент у нас. А скажите, пожалуйста, у вас стимлит, у него подчинение 5 человек, он занимается код-ревью. Сколько времени занимает код-ревью 5 человек? Это довольно-таки много времени должно быть. Не каждую задачу он код-ревью занимается. Не каждую задачу он занимается сам. У него есть старший разработчик, которому доверяет по идее как себе, да? И он зачастую занимается этим за него. Плюс есть какой-то ключевой функционал, который обязательно требует код-ревью, который он, например, отгрузил с наказанием сделать именно так. Он должен проверить, что сделали именно так, да? Тогда он этим занимается. А так в целом команды сработаны. Как я говорил, у нас они все формируются и закрепляются за конкретным проектом. То есть они работают все вместе. В принципе, после какого-то времени притирки они все уверены друг в друге. И там постоянной необходимости в код-ревью нет. Какова средняя рентабельность по проекту? И видят ли цифры, и видят ли одинаковые цифры, допустим, Team Lead, менеджер, там, Sales и другие участники проекта? Да, я понимаю. Мы стремимся к рентабельности, да? Там больше 30%, так скажем. Цифры все видят одинаковые. У нас есть, естественно, система финансового учета. Единственное, она разграничена по правам. Потому что, ну, не топом, скажем, видны все цифры по компании, да? Там руководителям отделов, руководителям группы разработчиков видны данные по своим проектам. Они видят затраты по своим проектам, сколько они затратили, да? Или там заплатили на фрилансе, или они сколько использовали фонд оплаты труда, да? На этот проект. И они видят, сколько актов мы закрыли, сколько денег мы за это получили. Соответственно, исходя из этого, они могут прикинуть рентабельность. А срез производится по абсолютно всем затратам по проекту? Или по ключевым только? По всем ли проектам срез производится? Нет, по конкретному проекту срез по затратам. По всем. Более того, на каждый проект еще накладываются косвенные расходы всего отдела. А накладные расходы на всю компанию размазываются по всем проектам? Да, верно. Понятно, спасибо. Не совсем так. Есть косвенные расходы, скажем, отдела. Вот они размазываются между тем лидами. Например, сервер разработки, команда тестирования. Мы не считаем, сколько каждый тестировщик потратил на каждом проекте. Она просто в разных долях делится на всех тимлидов. Косвенные расходы всей компании ложатся на меня как руководителя и на остальных топов. То есть тимлидов это не касается. Это не их зона ответственности. Они на это влиять не могут. Принимать решения, в принципе, они, хоть у нас демократия, могут посоветовать, но принимать решения не могут. Если в плане разработки, здесь они практически вольны. Делать, что хотят. Если сервер дорогой для разработки, мы возьмем подешевле. Но так как он нам нужен для разработки, мы, соответственно, будем его содержать. Андрей, спасибо за доклад. Вы подробно рассказали про тимлидов и старших разработчиков. Можно про роль руководителя отдела и технического директора, чем он занимается у вас? Как я говорил, ему нужно больше уделять внимание тому, чтобы развивать отдел. Как я сказал, мы вводим автотесты. Это, скажем, у нас новинка. Мы до этого, наши тестировщики, пилили селениум, сами вручную для каждого проекта тесты делали и так далее. То есть это внедрение новых фич, это срезы с тимлидами, это их коучинг, потому что вырастить грамотного тимлида – это очень много времени происходит. Это встреча с новыми клиентами, которые потенциально могут стать вашими текущими клиентами. Ну и, соответственно, помощь ребятам по всем вопросам, которые у них происходят. Ну и слежение за рентабельностью, естественно, всего отдела. Если видно, что какой-то стимлидов проседает, это разговор с ним, это, возможно, ему не хватает проектов. Ну то есть распределение как раз проектов и команд по проектам тоже как бы моя обязанность. Спасибо огромное, Андрей. Может быть, кстати, в кулуарах степень ответов на вопросов будет повыше, не перед камерой или не перед общим залом. Поэтому если кто-то что-то хотел спросить, опять же, напоминаю, можно поймать. Большое спасибо, друзья.